Пассажиры, которые буянил на борту самолёта, собираются привлечь к ответственности российская авиакомпания «Трансайра». Скандал с дебошем и дракой случился во время долгого перелёта в курортную страну Доминикану. Участники конфликта обвиняют друг друга и публикуют доказательства. Михаил, я могу вас познать? Что это бывает? Слушай, если нет, то сделают на галке, без удушеки. Это нравится? Этот видеоролик один из членов экипажа самолёта, летевшего рейсом из Москвы в Доминиканскую республику, снял на свой мобильный телефон ещё 14 марта. Но в интернете его разместили только сегодня, чтобы показать, как всё было на самом деле. На записи видно, как пассажир из Ростова Михаил Роговенко ведёт себя крайне вызывающе. И отчётливо слышно, как он угрожает членам экипажа. Они в свою очередь пытаются его утихомирить, предлагая занять своё место. Кто это твой аэропорт? Друг, кто такой? Если присядь на своё место. Слушай, если ты удаёшь подряд, то умрёшь. Уже в аэропорту Пунта-Кан и представители Трансаэра передали пассажира Роговенко в руки местной полиции. Сообщили, что в обратном перелёте в Москву ему отказано. Скорее всего, на этом инцидент был бы исчерпан, если бы Михаил не обвинил публично членов экипажа в избиении. Через интернет он заявил, приложив вот эту фотографию, будь то ему выбили два передних зуба и сломали нос. Этих людей было трое. Один из них меня сзади придерживал, другой со мной разговаривал. И третий стоял, смотрел, чтобы другие пассажиры этого не увидели. Слушай, какая компания, которого называли Андрей, несколько раз ударил меня в лицо. Я пять дней пытаюсь обратиться в посольство. Однако, пока не оказались на официальном ответе, я не получил. Поэтому, как я доберусь обратно в Россию, я ещё не знаю. В свою очередь, в Трансаэра сегодня официально заявили, что никакого избиения на борту не было. Пассажир Роговенко во время посадки отказывался занять своё место, создавая угрозу безопасности полёта. А его слова о якобы выбитых зубах в авиакомпании вообще назвали клеветой. Зубов у него не было явно ещё во время полётов. То есть, до всех инцидентов у него уже не было части передних зубов. Бортпроводники говорят, что в течение всего полёта он вёл себя вызывающе по отношению к другим пассажирам. У него был какой-то конфликт ещё с одной женщиной. Поведение было абсолютно неадекватным. Пока самолёт в воздухе, экипаж всегда имеет право жёстко реагировать на любые действия дебоширов. Ведь от этого зависят жизни сотен человек. Но ни при каких обстоятельствах не станет наносить физические увечья. Шесть лет назад на борту самолёта, летевшего в Прагу, один из пассажиров буквально избил женщину и ребёнка. Но стюарды его лишь скрутили ремнями и уже на земле сдали в полицию. Я знаю, насколько жёстко инструктирует стюарду. В такой ситуации никто бить не будет. Будет максимум прилагать усилий, чтобы человека успокоить или, скажем так, вежливо её прижать как-то к себе. Но никто его бить в открытую не будет. Это однозначно. Никакого снисхождения крупнейшие мировые авиакомпании не делают к выходкам на борту даже для знаменитостей. Будь ты Наоми Кэмпбелл, закатившая скандал по поводу пропавшего багажа. Или Жерар Депардье, пожелавший исправить малую нужду прямо в салоне. Даже звёздные фамилии оказываются в чёрных списках авиаперевозчиков. К огромному сожалению, мы не обладаем законодательно закреплённого права создания подобных списков, а тем более распространения их на другие авиакомпании. Это большой пробел в нашем законодательстве. Впрочем, для таких пассажиров у авиакомпании в будущем может просто не оказаться в наличии свободных мест. Алексей Зотов, Екатерина Овсянникова, Первый канал.